Еще советую. Благодари Господа за все в жизни, ибо и добрая, и тяжелая, радость и скорбь посылает Господь для нашей пользы, для спасения. Глубоко почувствовал в последнее время любовь Божию к нам, не могущую допустить ни одному человеку, стремящемуся к нему никакого зла. Все попускается для Его пользы, поэтому за все должны благодарить, особенно когда терпим болезни или тяжкие скорби, потому что самому Богу жалко нас наказывать, но Он вынужден ради нас из любви к нам терпеть наши же страдания. Это одна сторона. Другая того же вопроса, чем мы воздадим Богу за Его любовь к нам. В чем эта любовь проявилась, посмотрите сами. От Альфы до Омега, от А до Я. «Что воздам Тебе, Господи, о всех, я же воздадеми» Псалом 115, стих 3. Любовь, которая проявляется исполнением воли Его и, главным образом, терпением, с благодарностью всего, всяких страданий, и чем больше, тем лучше, каждый в свою меру. Положите себе за правило ежедневно три раза в день поблагодарить Господа за всю Его любовь и промышление о всем роде человеческом и лично о вас. Надо всеми силами благодарить Господа, что сподобил нас родиться и жить в вере православной, и иметь надежду вечной жизни. Сколько людей лишены этого величайшего дара! Будем благодарить Господа за то, что Он избрал нас из мира сего, отделил от Него, взял в Свою делу. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Боже! Слава Тебе, Отче, Сыне и Души Святой во веки веков! Аминь! Дана заповедь! Если уж не можем радоваться всегда, то хоть не унывать, а главное, надо за все благодарить. Кроме греховного долга, есть еще долг благодарности Господу. Для уплаты этого долга не хватило бы нам и миллиона жизней. Человеку необходимо почувствовать не умом и не только сердцем, а всем своим существом с головы до пят непостижимую ни для человеков, ни для ангелов любовь Божию. Он должен благодарить Бога, словословить Его, преклоняться пред Ним, пред Господом за Его великую милость и любовь. Он должен бы желать не только быть распятым рядом с Ним и перенести все, но быть растерзанным на куски, и не только растерзанным, но и терзаемым всю жизнь. Вот как Он должен себя чувствовать. А мы, окаянные, не можем о малейшей скорби терпеть, даже самой малейшей. Поэтому первыми словами молитвы и поставлены церковью слова «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» То есть слава, благодарение Тебе, Господи, за Твою милость, за Твою любовь, за снисхождение, за то, что Ты, Господь, Творец вселенной, пред Которым трепещут все ангелы, снизошел до того, что позволяешь нам называть Тебя своим Господом и обращаться к Тебе, молиться Тебе. Только терпи свою болезнь без ропота и благодари Бога хотя бы сердце и противилось этому, тогда увидишь действие силы Божьей в Твоем сердце. Тогда само сердце уже будет благодарить Его. А пока терпи. Нам надо чаще благодарить Господа за все, что Он сделал для человечества и для нас лично. Сделал и делает постоянно всем, а особенно верующим в Него, принадлежащим Святой Православной Церкви. Всякое дыхание дохвалит Господа. Псалом 150, стих 6. «Кто отвалит нам камень от гроба? Бебувелий зело?» Евангелие от Марка, глава 16, стих 4. «Кто отвалил?» По повелению Божию отвалил ангел. Он же отвалит и от сердца вашего камень нечувствие, когда придет время для этого. Нужно показать верность Господу во время нечувствия, маловерия, сомнений, холодности, во время скорбей, болезней, всяких неприятностей. Нужно волевым усилием утверждать в себе веру, когда она почти угасает по попущению Божию, чтобы человек вновь и вновь показал, к чему он стремится, что он предпочитает. Нужна и от нас вера, деятельная вера, то есть доказанная делами вера в Бога и в Господа Иисуса Христа и Его промышления о нас. Если человек хочет быть с Господом и здесь, и во веки, и докажет это хотение по сильным деланиям заповедей и покаянием об упущениях, то никто и ничто не может воспрепятствовать ему, ни демоны, ни люди, ни свои страсти и недостатки, ибо Господь больше самого человека хочет ему спасения. А кто может идти против Бога? Кто сильнее Его? Никто и ничто. Поэтому пусть всякий, хотящий спасения, не унывает и не боится, что не спасется. Пусть лишь твердо желает быть с Господом и постоянно взывает к Нему и открывает Ему свои немощи, свои страсти, влечения, обнажая пред Ним всю душу и прося исцелить и очистить от всего недолжного. А Господь все сделает. Религиозные восприятия не психологизм, а также реальны, как реальны восприятия мира физического. Земная жизнь дана не для наслаждения, а для познания себя и Бога. Человек в течение земной жизни должен решительно, невозвратно определить себя к добру или злу, к Богу или дьяволу. Ищущий Бога и правды Его, найдет Бога и новую жизнь здесь, на земле, в начатке, а после смерти – во всей полноте. Эгоист, ищущий на земле только наслаждений, найдет дьявола, и после смерти, как единодушный ему, пойдет в царство дьявола, в ад, в общество законченных эгоистов и злодеев. В наших руках наша будущая судьба. «Господь вчера и днесь той же и вовеки» Послание к евреям, глава 13, стих 8 Обращайся во всех скорбях и затруднениях к Господу, и той тебя припитает. Псалом 54, стих 23 Всегда, при любой спешке, можно мысленно обратиться к Господу и сказать «Иисусе Христе, помилуй мя! Господи, будь милостив ко мне грешному!» Или, как говорит в Арсенофе Великий, хоть вспомни, что есть всевидящий Господь, видящий тебя. И этого достаточно, чтобы выйти из трудного положения. А когда скорбь придет и молитва не даст облегчения, то не унывай, не ропщи и не предавайся неверию, а помни, что без скорбей нельзя спастись, нельзя даже приобрести опыта житейского. Но вера и молитва делают то, что скорбь приносит огромную пользу, а без молитвы может привести к ропоту, маловерию, вреду душе и телу. Вот почему и надо научиться быть всегда с Богом, а Он всегда с нами. С нами Бог! Разумейте, языцы, страсти, бесы, падшие люди, орудия бесов, и покоряйтеся, яко с нами Бог. Книга пророка Исаии, глава 8, стихи 9, 10. Реальным контактом со Всевышним сильна вера. Миллиарды этих контактов, от еле ощутимых до «живу же не к тому ас, но живет во мне Христос», послание Галатам, глава 2, стих 20, делают веру от слуха, живой веры, непоколебимой не только жалкими атеистами, но и всеми полчищами адскими. Нельзя реального факта сделать несуществующим одними рассуждениями и отрицаниями. Зря я это и пишу, и так все ясно. Для неверующих или сомневающихся кажется самым главным только уверовать или убедиться, что Бог есть. Они еще не знают того, что можно веровать, быть убежденным в бытии Божием, а жить в противлении Богу, как бесы, которые веруют в Бога, трепещут пред Ним. Они покоряются, не смиряются, а со злобной ненавистью делают все противное воле Божией. Бедные, слепые люди. Они не видят, не знают, не чувствуют духовного мира, продают за чечевичную похлебку мирской жизни свое первородство, высочайшую честь и достоинство быть чадами Божиими. И это все необходимое для материальной жизни. «Приложится вам». Евангелие от Луки, глава 12, стих 31. Много примеров. Да и моя личная жизнь доказательство этому. К сожалению, нельзя убедить другого без его собственного желания и труда. Жаль, Эс, почти вся их семья равнодушна к религии и даже к философии. Разумеется, нужна вера. Без веры не может быть и покаяния. Дела же от нас требуются как послушание воли Божией и как средство для укращения страстей и грехов, безобразящих человека и препятствующих действию благодати Божией, а также для приобретения смирения, нищеты духа. Делами, то есть исполнением заповедей укрепляется вера. Оживает новый человек, привлекается милость Божия. Однако смирение, сознание своей негодности, греховности, испорченности, сознание, что нет в нас ничего хорошего, нищета духа, возложение надежды на спасение не на свои добрые дела, а на спасителя, заменяют недостаточность исполнения заповедей. Не старайся в горсти своей удержать ветер, то есть веру без дел. Исаак Сирин, слово 67. Господь требует от человека веры в него для его спасения. Требует, чтобы человек предпочел претерпеть ради Бога всякие скорби и болезни, борьбу с грехом, с падшим человеком вместо покоя и благополучия земного. Поэтому человек, говорящий «я верю в Бога», должен при этом разуметь и следствие веры, все хотя бы и скорбное, но угодное Богу, предпочесть всему утешительному, всякому земному благополучию, противному Богу. Сегодня, 29 января 1962 года, прочел у преподобного Исаака Сирина. «Наконец, ясно дознал я, что Бог и ангелы Его радуются, когда мы в нуждах, а дьявол и делатели Его, когда мы в покое». Слово 77. Об умолении веры и нравственности Господь Иисус Христос так говорил. «Когда придет Сын Человеческий, то найдет ли веру на земле?» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 8. Вера умолиться о неверии, разврат, нечестие, предательство, лукавство, хитрость, злоба, гордость и прочее, весьма усилится, так что трудно будет спасаться даже и избранным. Искренно ищущим истину, Господь открывается, дает познать себя особым, внутренним образом, не оставляющим никаких сомнений в истинности и объективности этого откровения. Ну вот, например, когда я абсолютно убедился в бытии Божием, уверовал во Христа и в будущую жизнь, я, тем не менее, не знал пути к Богу, процесса духовного развития, потому что никаких духовных книг не было и не читал их. Вспоминаю, насколько внутренне непонятен был мне пример, приведенный как-то отцом Павлом Флоренским на лекциях. «Духовное устроение человека», — говорил он, — «подобно столбу, который держится за счет веревок, привязанных к нему с противоположных сторон. Представьте себе теперь, что веревки с одной стороны убрали, что стало бы со столбом, он упал бы на другую сторону». Так и происходит с человеком. Если он перестает видеть и чувствовать свои грехи и страсти, левые веревки, то падает в сторону «добродетели», в кавычках, то есть в самомнение, гордость, прелесть, и таким образом добродетели, то есть внешние дела, пост, чтение молитв, посещение богослужений, уставность жизни, девственность, монашество и так далее, погубят человека. Столб его спасения упадет. Также погибнет человек, если он будет проводить жизнь и в одних страстях, без покаяния и доброделания, то есть без поддержки веревок с правой стороны. Человеку, следовательно, необходимо в духовной жизни и всемерное понуждение себя к добру и познание своей падшей природы, постоянно источающий грех, который смиряет человека и не дает возможности добродетелям становиться средством его гибели. То есть, чтобы столб стоял, необходимы веревки с обеих сторон. К чему я говорю это? В то время я совершенно не знал внутренней жизни, сложного пути духовного развития, и этот пример Флоренского мне совершенно ничего не сказал, я по существу не понял его. Он остался у меня лишь в памяти. Ничего из духовной литературы я еще не читал тогда, не знал, что значит бороться с собой. У меня было совсем другое состояние. Я чувствовал себя вполне нормальным человеком, здоровым, сильным во всех отношениях. Лишь позже, познакомившись со святыми отцами и начав сознательно понуждать себя к исполнению евангельского добра, а не просто того, что мне казалось добром, я вспомнил этот пример Флоренского и начал понимать его. По просьбе вашей попытаюсь поделиться с вами тем, что поражает меня и утешает. Необъятная Вселенная создана Богом. Каково же могущество Божие? Все во Вселенной в целом и в ее частях, например, в человеческом организме, находится в дивной гармонии. Какова должна быть премудрость Божия? Если все гармонично в мире, созданном Богом, то должна быть гармония, то есть соответствие и в свойствах Божиих. И каковы могущества Божия и премудрость Божия, таково и сердце Божие, то есть любовь Божия. Не предавай Господа ни за сребреника, ни за честолюбие, ни за чревоугодие, ни за сластолюбие. Из Игнатия Бринчанинова. Смиренный, сознающий себя во всем грешном, не станет осуждать других, не будет жесток к ближним, ибо сам боится осуждения, сам нуждается в милосердии ближних и в милосердии Божием. А этим исполняется вторая из наибольших заповедей — любви к ближним. Фарисеи не могут так любить Господа, как мытари и грешники. Мы очень сожалеем о перемене в вашей семье. Странники и пришельцы на земле — мы. Нет здесь ничего прочного. Вам обязательно нужно это время быть с семьей, помочь устроиться, выполнять все поручения без ропота, оказать любовь своим в это трудное время. Любовь выше всего, всех подвигов. Потом, когда все устроится, тогда можно будет думать о себе. Если вы своих действительно любите, то должны сами спасаться и их спасать молитвой и подвигом. А естественная привязанность свойственна и животным. Человек должен возвыситься над этим, приобрести духовную любовь и пожертвовать собою ради них, уйдя телесно, подвязаясь о своем и их спасении. Тогда вы будете ближе к ним и принесете им то, чего сами не могут достичь, утонув в море мира сего, да еще будучи убеждены, что поступают вполне правильно. Будь ласковы и мягче с людьми, с которыми тебе приходится иметь дело, и с начальством, не из человека угодия, а из любви к ним, заповеданной Христом. Несите немощи друг друга. Послание Галатам, глава 6, стих 2. Понуждайте себя поступать со всеми по любви, а не по расчету. И Господь вас полюбит и утешит, и устроит все ко благу. Не поддавайтесь врагу. Из-за мелочей не теряйте великих драгоценностей, уготованных нам. Вопрос. А что кратко можно сказать о христианской любви к ближнему? Ответ. Любовь — это вершина, редко кем досягаемая. Это, как пишет апостол Павел, соус совершенства. Послание Колоссиным, глава 3, стих 14. Совокупность и высшая точка всех даров благодати. Об этой любви в наше время не приходится говорить. Сейчас можем призывать лишь к некоторым, так сказать, внешним проявлениям любви. Например, миряне должны воздерживаться от причинения зла ближним, от чувства зла на них и делать по возможности им добро. Это и есть доступная и понятная нам, современным верующим, христианская любовь. В отношении родственников, близких, не должно быть к ним кровяной, слепой, страстной привязанности. Такая привязанность есть плотская, а не христианская любовь. Мы не имеем права присваивать себе никого. Говори, Господи, она, он, Твоя. Естественно, плотская любовь при правильной христианской жизни вытесняется гораздо более глубокой и истинной любовью к близким и ко всем, которые есть любовь во Христе. Если любить ближнего для себя, надо желать исполнения своих хотений, своей плотской воли. Если любить его ради его самого, надо исполнять его волю, его желание. А если любить ближнего ради Господа, то надо стремиться в отношении его исполнять волю Божию и ходить непорочно в оправданиях его. Евангелие от Луки, глава 1, стих 6. Будем любить ближнего ради Господа. Отречение нужно, необходимо нужно, но не от человека, не от вещи, а от своего пристрастия к тому или другому. Будем же отрекаться от себя, чтобы дать славу Господу, спасающему нас. Письмо Игумении Арсений, письмо 50-е. Господь молчал, когда его обвиняли, и не ссорился, а для пользы слушателей иногда объяснял дело, но если не принимали его слов, то отходил. Надо учиться больше молчать и языком, и умом. Можно, конечно, по примеру законоположника Господа Иисуса Христа отвечать на все их мнения и обвинения молчанием. Ибо что можно ответить на явную ложь? С другой стороны, святые отцы советуют спокойно разъяснить свою невиновность, чтобы не было повода противной стороне оправдываться своим неведением. Оскуде, преподобный, умалишися истина от сынов человеческих. Псалом 11, стих 2. Хвалю за молчание, которому недостаточно никакие похвалы, особенно если к молчанию языка постепенно присоединяется молчание ума. Это предельное состояние, к которому мы должны стремиться все по мере сил. Вы понимаете, о чем речь? Это делание, молчание ума ко всему, кроме молитвы Иисусовой, и может человека преусвоить к будущей жизни. Постящиеся, братья, телесни, постимся и духовно. Для больных, немощных и старых нет телесного поста, да и вреден часто. Надо сделать ударение на душевный пост, воздержание зрения, слуха, языка, помыслов и прочее. Это будет истинный пост, полезный всем и всегда. Силы так нет. А пост телесны и утомление тела и вовсе не дадут силы для духовного делания. Желаю вам здоровья и разума духовного. Я сказал проповедь о посте. Развил мысль о необходимости воздержания телесных чувств. Через них, особенно зрение и слух, захламляется душа. Этот хлам во время молитвы оживает и не дается сосредоточиться. Если будешь импровизировать, то очень выгодно и полезно подчеркнуть эту сторону поста. Также надо подчеркнуть необходимость прощения обид и милосердия ко всем. Будьте милосердны, как Отец наш Небесный. Евангелие от Луки, глава 6, стих 36. Желаю тебе и всем с благодарностью и посильной любовью к Господу провести дни страстной, а не ближе к нам, чем Пасха. Относительно «диеты» в кавычках, поста. Отказаться от общего стола трудно. Это бремя, я полагаю, не следует на нее возлагать. Но твердо требовать, чтобы дома соблюдало диету, а главное и вне дома, и у себя. Первое. Не присыщаться. Второе. Не давать воле глазам, ушам, языку. Третье. Никого не осуждать. Четвертое. Читать только духовную литературу. Пятое. Иметь мир со всеми. Это будет настоящей диетой для нервов и прочее. Надежда Захаровна не относится к тем, кто понимает, ценит и творит душевное делание. Она, как кажется, коснит в телесном делании. Отсюда и все ее странности. Бывает воздержание неразумное от незнания, упрямства, даже гордости. Не унывайте. Чаще вспоминайте о смерти и предстоянии пред Богом. Постов не соблюдайте телесных, а сохраняйте по силе душевный пост. Воздержание языка, очей, ушей, воздержание от лакомств, осуждения и прочее, и прочее. Этот пост доступен и больным, а нужнее телесного, тем более при вашей слабости. Это письмо было адресовано очень больной и пожилой женщине. Да понуждай все же на воздержание и чрево, и чувство, и язык. А нарушение малейшей заповеди пусть будет все новым и новым поводом к сокрушению сердечному и просьбе о помиловании. Субтитры создавал DimaTorzok